Музей декабристов – одно из самых популярнейших мест для читинцев и гостей города. Ведь не зря на вопрос, что вам больше всего понравилось в Чите, туристы в голос отвечают – церковь декабристов. Этот музей расположен в здании бывшей Михайло-Архангельской церкви. Она была построена еще в 18 веке, а вот сам музей открыли в декабре 1985 года. Декабристы прожили в Чите почти 4 года, которые, естественно, не могли пройти бесследно. В музее представлены личные вещи декабристов, могу сказать, о таких, как личная шкатулка Марии Николаевны Волконской, столик работы Михаила Бестужева, корпус часов Николая Бестужева, личные вещи декабриста Завалишина, поваренная книга декабристов. За год в музей декабристов приходит порядка 14 тысяч человек. Среди них и гости Забайкальского кинофестиваля. В том году здесь был Максим Аверин, Сергей Гармаш, Александр Михайлов. Подлинный генеральский мундир из фильма «Звезда пленительного счастья», картины, книги на французском и немецком языках, карта Читы времен декабристов. Это лишь малая часть того, что можно потрогать и посмотреть здесь. 45 лет назад в одном из зданий Забайкальского госуниверситета открылся музей археологии Забайкалья. Среди 100 тысяч экспонатов бивни мамонта, скульптуры древних людей, которые жили в Забайкалье 8 тысяч лет назад, керамические сосуды, украшения из клыков кабана, бронзовые ножи, наконечники стрел. Это вещи из ритуального комплекса, так как жертвоприношения своеобразные тоже духом, скалы, были нарисованы рисунки. 25 лет назад был открыт малоизвестный музей троллейбусного депо. Малоизвестный, но довольно интересный. Здесь представлено совсем немного экспонатов, но есть среди них легенды. Например, современным детям неизвестный компостер. Чтобы проехать на троллейбусе, нужно было приобрести абонемент. Он стоил, допустим, 5 копеек. Заходили и раз. Здесь ставили всегда номер или дату. Среди экспонатов есть и карта всех маршрутов за 45 лет существования троллейбусного депо. Кстати, самый первый троллейбус ходил целый год по самому короткому маршруту депо-вокзал. Сегодня по краевой столице ездят 93 троллейбуса, а маршрутов порядка пяти. Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ.